Если мы здесь находим нарушителей, или это нереально найти? В жизни реально все, но мы стараемся таких людей, если честно, вежливо, спокойно просим удалиться из нашей секции, если человек отказывается одеть маску. Сейчас на самом деле люди в последнее время, 99% на самом деле используют маски сами, их не нужно об этом просить. Директор одного из магазинов в крупном Самарском торговом центре рассказывает о соблюдении масочного режима, контроль за которым ложится на плечи не только самих предпринимателей, но и руководства торгового центра, правоохранительных органов, областных и городских властей, а также общественников. Глава городского округа говорит, что в принципе достаточно серьезная работа легла на плечи управления гражданской защиты. Министерство промышленности торговли приняло решение, собственно говоря, помогать нашим коллегам включаться в эту работу. И эту работу мы сейчас сделаем двумя путями. Первый путь – это у нас наши сотрудники ходят на обследование. И второй – у нас сотрудники есть, которые непосредственно обрабатывают материалы, которые к нам поступают внутри городских районов. 99% покупателей во время нашего рейда были в маске. Но был и маленький процент тех, кто средством индивидуальной защиты пренебрегает. А я не болею. А маска зачем нужна вообще? Чтобы не страниц? Чтобы не тратиться, например. В принципе, не носите маску. Не, ношу. Там, где просят, ношу. Где, например? Ну, например, на Кассе в Ашане. А здесь в коридорах только нет. Ну да. Ну вот я расплатился как бы и пошел. После первого замечания сотрудников торгового центра покупатели спешили исправиться и все-таки надеть маску. Ведь платить рублем мало кому хочется. Сейчас в регионе продолжает действовать масочный режим. С 1 октября за его нарушения начали штрафовать. Сумма приличная. Физические лица могут раскошелиться до 30 тысяч рублей. Юридически – до 300 тысяч. Кому и сколько платить, решает суд. Именно туда передают выписанные протоколы. За время нашего рейда составили один – на точку общепита за обслуживание клиента, который был без маски. То есть есть такие торговые точки, где продавцы не очень адекватно реагируют, соответственно, заработают. Ну, а в чем ведь неадекватность реагирования? Ну, говорят, что да, мы все поднимаем, будем выполнять, соответственно, через час опять. То есть авозы ныне там, да? Да. Соответственно, мы уже проводим работу с руководителем, с собственником этого объекта. Ну, пусть увольняют таких продавцев. Плоть до увольнения закрытия, да. Есть и те магазины, которые считаются образцово-показательными. Здесь, я так понимаю, у нас и санитайзеры, у нас здесь, собственно, и все в продаже. И самое главное – абсолютно четкое понимание работы на кассе. Для покупателей, которые забыли маску, предлагают воспользоваться одноразовыми средствами индивидуальной защиты на входе в магазин. А вот зону фудкорта решено оборудовать дополнительными санитайзерами. Не хватает антисептиков. Помните, я вам говорил? Игорь Николаевич, мне кажется, вот одного антисептика на входе, мне кажется, достаточно мало. Вон он там стоит за стеной. Мне кажется, его надо расставить. Добавим? В ресторанах помимо антисептиков и масочного режима четко следят за соблюдением социальной дистанции. Рассаживают гостей через один стол. Особая рассадка и в кинозалах. Купить билет на сеансы и онлайн, и оффлайн можно только через каждые два кресла. За прошедшую неделю проверили свыше 6 тысяч торговых точек в Самаре. Составили порядка 50 протоколов. Как отмечают эксперты, за время действия масочного режима в регионе, люди в большинстве своем уже привыкли использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому в последнее время нарушений становится все меньше. Мария Левина, Николай Сидоров. События.